Христос Воскресе В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». Самым ярким событием ушедшей недели стало празднование десятилетия Липецкой и Елецкой епархии. В этот день была совершена архиерейская литургия в Христо-Рождественском кафедральном соборе Липецка. Прошли концерты, а также состоялась премьера фильма «Весна на Липецкой земле». Христос Воскресе! Христос Воскресе! Божественную литургию в Христо-Рождественском кафедральном соборе Липецка по случаю десятилетнего юбилея епархии возглавил митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий. Им их сослужили архиепископ Липецкий-Елецкий Никон, викарь Воронежской и Борисоглебской епархии, епископ Острогорский Андрей, а также благочинные всех церковных округов епархии, клирики собора и духовенства. Я поздравляю всех с десятилетием Липецкой и Елецкой епархии. Это значимое событие в жизни нашей области. За 10 лет наша епархия достигла больших успехов в разных сферах церковной жизни. Я желаю всем дальнейшего духовного возрастания под молитвенным покровом нашего небесного покровителя, святителя Тихона Задонского, молитвами и трудами нашего владыки Никона. Я хочу поздравить всех Липчан с праздником нашей епархии 10 лет. Хотелось бы поздравить, а также пожелать процветания нашей епархии, и чтобы больше и больше приходило бы в храмы, особенно молодых. После службы митрополит Сергий совершил малое освящение воды, которое традиционно происходит в этот день. Тебе ныне смиренно, недостойнее раби Твои, молим и мили седеем, посли благодать Преспятаго Духа Твоего на воду сию и небесным Твоим благословением благослови, очисти и освятию и дару ей благодать и благословение Иорданова. К этому времени на площади перед собором собрались верующие, которые крестным ходом пришли из четырех липецких храмов. Общий крестный ход вокруг Кафедрального собора, возглавляемый церковными иерархами и духовенством, подвел итог молитвенного празднования 10-летнего юбилея епархии. 10 мая в рамках празднования юбилея епархии в Липецком областном центре культуры и народного творчества состоялась премьера фильма «Весна на липецкой земле». После просмотра фильма приглашенные эксперты поделились своими впечатлениями. Когда пригласили и сказали, чему посвящен фильм, ну что мог ожидать вот обычный простой человек, который придет в этот зал? Что обязательно будут какие-то пафосные слова, обязательно будут колокола, обязательно будут какие-то там огромные массовые сцены. И настоящее потрясение, что ты видишь обычную жизнь, но в этой жизни вот это как раз самая красота и доброта. Кто из нас, из священников, кто и поры мог себе предположить в 70-80-х годах, что доведется строить храмы, преподавать в школах, в университетах, ходить тресными ходами, и не только в храм на Пасху, а далеко-далеко, мощи святых откроются. В удивительное время мы с вами живем. И об этом вот времени, наступившем в этой весне, не только Липецкой епархии, но всей нашей страны, вот этот замечательный фильм. Настоятель Михаила Архангельского храма города Липецка протерей Геннадий Рязанцев обратил внимание на сквозную линию фильма, рассказывающую о семье иподиакона Ильи, родители которого ушли в монастырь. И через эту семью мы видим и прошлое, видим и настоящее, и настоящее, которое выразилось в этом монашеском семействе, и будущее, которое выражается в их детях. И еще самое важное, мы видим отеческое отношение владыки не только к этой семье, а к этой семье особенно. Заместитель начальника управления культуры и искусства Липецкой области Михаил Рязанцев отметил, что культура вторична по отношению к религии и увидел зависимость между образованием епархии и экономическим ростом региона. В 2003 году образовалась епархия Липецкая и Елецкая. Это значительное событие, и уже сказали много-много раз, это всем понятно, не нужно повторять, но никто никогда не делал исследования и аналитики, с какого момента Липецкая область стала ощутимо расти экономически. То есть все экономические успехи, а мы знаем, что они есть у Липецкой области, и мы на фоне других областей выглядим достаточно хорошо и уверенно. Если вот посмотреть, я уверен, связаны именно с датой 2003 года. Как была образована епархия, пошла, так сказать, молитва, такая очень сильная, за власти и воинство и я, да, богохранимую страну нашу, российскую. И тогда, наверное, Липецкая область стала делать вот эти экономические, административные и прочие другие успехи семимильными шагами. Фильм «Весна на Липецкой земле» создан в епархиальной телестудии «Свет мира» по благословению высокопрезвященнейшего Никона архиепископа Липецкого и Ерецкого всего за два месяца. Автор сценария и режиссер-постановщик фильма монахиня Агафона. Уже пятый год подряд в Липецком епархиальном управлении состоялась пасхальная телегостиная «Свет воскресенья». Открыл праздник правящий архиерей Липецкой лецкой епархии архиепископ Никон. В связи с десятилетием епархии он отметил работу духовенства и мирян по укреплению и росту нашей епархии. «Хотел бы вас всех призывать к тому, чтобы вы бы еще краше и лучше делали нашу папию своим трудом, своими способностями. Очень много сейчас талантливых людей, которые занимаются с пастой». Поздравить Владу Куникона с праздником Светлой Пасхи на телегостиную приехали благочины со своими лучшими коллективами, среди них детские и взрослые ансамбли городских и сельских храмов, а также сольные исполнители. «Батюшка в юности мне говорил, что рядом со мной я всегда и везде землю, ангел-хранитель его напросил, Господа Бога молить обо мне. И пел я молитву из нескольких слов, что родом из детства и родом из детства, ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой». В концерте приняли участие как уже полюбившиеся многим зрителям православные коллективы, так и дебютанты. Липецкий фольклорный ансамбль «Журавушка» не оставил равнодушным никого в зале. Самобытное исполнение русских народных песен понравилось многим зрителям. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ученица воскресной школы Христо-Рождественского храма села Княжия Байкара Ева Кузнецова впервые на епархиальной сцене. На скрипке она исполнила трогательное произведение Михаила Эрденко. ПЕСНЯ Традиционно в телегостиной участвовали учащиеся Липецкая православная гимназия имени преподобного Амбросия Оптинского и Елецкая в честь святителя Тихона Задонского. ПЕСНЯ Всего в ежегодном епархиальном мероприятии приняли участие 22 коллектива. Для всех выступающих, а особенно талантом из глубинки, это возможность в своих песнопениях подарить пасхальную радость окружающим людям. 12 мая в Липецке открылся международный православный фестиваль «Встреча». В рамках фестиваля прошла ярмарка «С любовью из Беларуси», организованная Свято-Елизаветинским монастырем. Из монастыря в Липецк была доставлена частица мощей равноапостойной Марии Магдалины. Верующие могли поклониться этой святой. Также из Беларуси приехал мужской вокальный ансамбль «Орнамент». Мы сегодня будем исполнять одно песнопение «Овсепетая мать». Это песнопение нашего белорусского композитора, монахини, матери Ильи Ании. Оно очень красивое, мелодичное, мне оно очень нравится. Мне также нравится, как сказал коллега, и это произведение, и другие. Ну, я, к сожалению, не могу назвать какое-то одно. Но, может быть, еще и один духовный кант, который мы также сегодня исполним. Он называется, это произведение на белорусском языке, он называется «Ой, шли и прошли». Он мне также нравится, потому что он соединяет в себе такую какую-то аутентичность, и вместе с тем какое-то современное веяние. Ну, вы все это сегодня услышите. Этот ансамбль выступил в числе других музыкальных коллективов в пасхальном концерте, который был организован Липецкой и Лецкой епархией при поддержке Управления культурой и искусства Липецкой области. Праздник Христового Воскресения – самый главный праздник православия, и мы очень рады, когда мы встречаем этот праздник у вас в Липецке. Липецкий зритель всегда потрясающе аплодирует, радостен, жизнерадостен, скажем так. С Воскресением Христовым зрителей поздравил правящий архиерей епархии архиепископ Никон. Он заметил, что пасхальная радость переполняет всех. Хвалите Господа с небес, а мы будем хвалить и от земли. Мы земные, и поэтому в нашей жизни мы знаем, что с небес ангелы, архангелы воспевают Господу его гимн о воскресенье, а мы здесь воспеваем. И вот все те представления, и вечера, и пасхальные гостиные – все для того, чтобы прославить Господа. На концерте выступили детские вокальные ансамбли и легии из Чеплыгина, архиерейский смешанный и мужской хоры Христорождественского собора Липецка, хор Никольского храма, коллектив Епархиального духовного центра Возрождения. В завершении концерта сводный хор участников пропел многолетие. 16 мая в селе Вербилово был установлен основной купол на Христорождественский храм. Необходимость замены купола возникла давно. Старый не соответствовал историческому виду храма и пришел в негодность. Перед подъемом нового купола благочины 2-го Липецкого церковного округа иерей Павел Зобов и настоятель храма иерей Всеволод Смольянинов совершили молебен, а затем освященный купол, вес которого 8 тонн, установили на храм. Христорождественская церковь относится к восстанавливающимся храмам епархии, поэтому каждый шаг к ее благоукрашению является настоящей радостью для ее настоятеля и прихожан. 17 мая отмечается Всемирный день памяти умерших от СПИДа. В Липецком областном центре по профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями состоялась пресс-конференция. На сегодняшний день Россия отстает от европейских стран по борьбе со СПИДом. Даже в нашей области число ВИЧ-инфицированных растет из-за того, что многие халатно относятся к своему образу жизни и к диагнозу и слишком поздно обращаются к врачам. В Липецком области на сегодняшний день у нас зарегистрировано проживает 561 человек. Из них, ну как бы куалитивно, из всех за все время умерло 188 человек. В данном случае на этот год 10 человек уже умерло. От ВИЧ-инфекции у нас умерло меньше. Где-то от всех, если считать, где-то около 4% умерло именно от ВИЧ-инфекции. Протерей Андрей Суриков несколько лет ведет работу с ВИЧ-инфицированными и наркозависимыми. Болезни, по его словам, это напоминание о грехах и посещение Божие, с помощью которого люди начинают задумываться и заботиться о своей душе. ВИЧ-инфицированные хотят жить и быть хорошими родителями для своих детей. Мы здесь великим постом собора болящих. Уже то, что приходит ВИЧ-инфицированный собор, желает помощи Божьей в исцелении от болезни, это уже великое достижение. Можно видеть ВИЧ-инфицированных, которые первый раз знакомятся с православными здесь в центре, в православных храмах. Это тоже великое достижение. Это достижение в спасении души человеческой. В православных храмах открываются комнаты, где проводятся работы с наркозависимыми и ВИЧ-инфицированными. Липецкий психологическую помощь можно получить в храме в честь преподобного Сергия Радонежского на 19-м микрорайоне. Здесь же можно встретить священника, который с такими людьми сталкивается регулярно. Поэтому ожидать осуждения или оттолкновения от такого священнострудителя здесь не приходится. Поэтому многие приходят сначала сюда посмотреть, поговорить. А вот как отреагируют на меня? А что скажут мне? А что ответить на мои вопросы? И уже после этого убеждаюсь, что в церкви никто никого не отталкивает. Христос принимает всех. Отсюда многие идут и в храмы. Учащиеся школы-интернатов отозвались на проблему с ПИД-рисунками. А студенты Липецкого медицинского колледжа написали пожелание ВИЧ-инфицированным. Людям необходимо внимание. Нуждаются в нем и те, кто болен ВИЧ. Ведь многие из них не могут жить нормально среди людей, которые их боятся. Рубрика «Тебе поем?» сегодня представлена концертным номером из пасхальной телегостиной «Свет воскресенья». Ученица 4-го класса средней школы номер 2 Задонска Алина Юремина поет песню «Мир, который нужен мне». Музыка Александра Ермолова «Слова Сергея Золотухина». Я рисую на свет, не почти такой-то наш. Я рисую на свет, ах, поверь, ну а краску я не возьму и закрашу серый цвет. Я рисую на свет, ах, поверь, ну а краску я не возьму и закрашу серый цвет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех, у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый свет, где же счастье под аном. Я рисую на свет, ах, поверь, ну а краску я не возьму и закрашу серый цвет. Я рисую на свет, ах, поверь, ну а краску я не возьму и закрашу серый цвет. Я рисую на свет, ах, поверь, ну а краску я не возьму и закрашу серый цвет. Где-то вновь всегда стоит мир, который уже нет. Я не возьму и закрашу серый цвет. Я рисую ту страну, где для свечки причины нет. Ты посмотри на моем огне, я рисую этот фильм, где ни слави, горя нет. Ты посмотри, будет этот фильм, где давно всегда стоит мир, который нужен лет. Ты посмотри на моем огне, я рисую этот фильм, где ни слави, горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где там он всегда стоит. Мир, который нужен мне, мир, который нужен мне. Мир, который нужен мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok